А сейчас я сочетаю письмо, а потом мы еще посмотрим видеоклип еще одного усатого человека, он еще и бородатый, правда, тоже. Молодого человека зовут Алибек Саликов, и он из братского Казахстана, из города Караганда. Прислал он вместе с двумя своими видеоклипами большое сопроводительное письмо, часть которого я сейчас зачитаю. Мои песни пишет Алибек Саликов собственного сочинения, на некоторые из них я снимаю видео, и вот я и решил вам это выслать. Планов творческих громадье, но смотря реально, я в данный момент хотел показаться вам, зная точно, что ваше мнение может повлиять на то, как мне дальше двигаться и в каком направлении творить. Завершая свое послание вам, хочу спросить о том, что меня волнует. Артемик Ильич, скажите, пожалуйста, что все-таки, по вашему мнению, сейчас важно в сфере популярной музыки и шоу-бизнеса? Способности артиста, его талант, если хотите, или только лишь финансовая составляющая? Или, может быть, шоу-бизнес это только талант продюсера? Сдаю вам этот вопрос не случайно, так как много раз слышал высказывания известных продюсеров российского шоу-бизнеса о том, что, мол, дайте мне гвоздь, я его раскручу. Алибек, отчасти я уже высказывался на эту тему в предыдущих программах. Я считаю, что продюсеры это карабас и барабас. Это вообще люди, которых надо изолировать от общества. Музыке они только вредят. И то, чем занимаются продюсеры, на самом деле заниматься, в общем-то, на мой взгляд, постыдно. То есть постыдно делать... Ну, они считают, что они делают из дерьма конфетку. Я считаю, что они делают из дерьма дерьмо, потому что сделать из дерьма конфетку, в принципе, невозможно. Любой химик вам это скажет. Так вот, если способности у вас есть, и душа поет, и хочется работать, вот вы придерживайтесь, пожалуйста, того, что вам нравится. Главное, я считаю, для любого искреннего артиста, для любого искреннего творческого человека — это быть самим собой. И каким-то образом пытаться реализовать свой талант. Понимаете, то, что делают какие-то юноши и девушки под пятой, точнее, под задницей этой самых продюсеров — это не творчество. Деньги они зарабатывают, несомненно, хотя продюсеры, разумеется, зарабатывают денег раз в десять больше, чем все эти, якобы, звезды. Вот. Но это не музыка. Это какой-то такой звуковой продукт идиотский, от которого ни уму, ни сердцу, ни холодно, ни жарко. Если отключить всех этих артистов от кислородного шланга под названием телевещание, они тут же все сдуются и сдохнут, и никто их не вспомнит. Не то, что в следующем десятилетии, никто их не вспомнит и через год. А если вы будете творить, писать свои песни, которые вам нравятся, постепенно так по-честному зарабатывать себе поклонников и поклонниц, тогда я думаю, что все у вас будет в полном порядке, тем более, что песня у вас на самом деле очень милая. Совсем не в моем вкусе, честно говоря. В моем вкусе был вот Ник Кейв, который только что отпел. Вот. Тем не менее, желаю вам всего наилучшего. А в Россию соваться к нашим продюсерам не надо. Используйте лучше интернет и проникайте в Россию. Ну, или через какие-то веселые телеканалы вроде Style TV. У нас, кстати, есть некоторые другие неплохие телеканалы. Вот. А главное, главное, используйте такой могучий ресурс, как интернет. Это просто божий дар для всех музыкантов. Ну, а сейчас мы посмотрим видеоклип Алибека Саликова, который называется «По ночной караганде». Город сегодня не спит. 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 Я иду к тебе по ночной караганде Продолжение следует... По ночной караганде По ночной караганде По ночной караганде Так назывался этот клип. Еще раз спасибо Алибеку за внимание к нашей программе и за интерес к моему мнению. Продолжение следует... По ночной караганде